Люди говорят всегда, да, в общем-то мнение. Нет, дайте я скажу. Есть у человека право, законное право, переосмыслить. Согласен. Осознать. Согласен. Что нам тогда, этих людей по-вашему тогда, расстреливать, что ли? А если человек может измениться, может совершенно, ну, сразу пройти эту деноцификацию, сам с собой поговорить. По поводу изменений человека, Олесь. Вот сегодня в нашей студии присутствует бывший народный депутат Украины от партии, от фракции, простите, оппозиционная платформа. И от партии тоже, платформа «За жизнь» Илья Кива. Многие наши телезрители спрашивают, спрашивают, и вопросов такое количество, их уже нельзя игнорировать, надо объясниться и вам, Илья, и нам в нашей программе, да, по этому поводу. Почему мы Илью Владимирович приглашаем в нашу передачу? Вопросы понятны, потому что Илья Владимирович запомнился весьма серьезными заслугами на Украине. Какими именно и с чем связаны эти вопросы, их поток, посмотрите и послушайте. Февраль 2014 года. Майдан. Илья Кива знакомится с лидером правого сектора Дмитрием Ярошем и тут же становится его доверенным лицом. С подачи Яроша Кива назначается региональным политическим руководителем правого сектора на востоке Украины. В сентябре этого же года в результате слияния батальона Полтава и Рот Кременчук и Мирный создается батальон особого назначения Полтавщина, командиром которого назначается Кива. Из Полтавы специальный батальон под его руководством отправляется наводить свой порядок на Донбассе. Методы наведения порядка Кивы не понравились многим. Даже самим солдатам АТО они жаловались на слишком жестокое обращение со стороны своего командира. А вот что по этому поводу говорил сам командир Полтавщины. Угрожали ли вы бойцам батальона Полтавщина? Физической расправой за тотальный алкоголизм, да. Я их пристегивал, я... То есть было дело? Конечно. А куда вы их пристегивали? Куда я их пристегивал? К столбам на дороге, когда они были бухи. Я их пристегивал к наручниками и они у меня стояли по двое суток. В 2015 году, будучи заместителем начальника управления МВД в Донецкой области, Кива занимается эвакуацией мирных жителей из Дебальцево. С его помощью из зоны боевых действий смогли выбраться более тысячи мирных жителей, среди которых 400 детей, пенсионеров и инвалидов. За свои заслуги из рук Арсена Авакова он получил орден и наградной пистолет, после чего он начал стремительно двигаться по карьерной лестнице. В звании подполковника он назначается на должность заместителя начальника ОМВД в Херсонской области. А вот что Илья Кива в то время говорил о жителях Донбасса. Посмотрите на этих ватных животных. Сложно их назвать украинцами. Пока последний оккупант и ватник на моей земле не превратится в удобрение, у меня в доме праздников не будет. В 2016 году Кива, уже будучи советником министра внутренних дел Украины, в эфире одного из телеканалов рассказывает всем жителям страны о том, как нужно поступить с гражданами, проживающими на территории Донбасса. Когда поднимался вопрос о декоммунизации, то я говорил, Донбассу нужна не декоммунизация, а укранизация. И пускай даже насильное поставить и учить любить. Я сказал, если вы не будете любить Украину, мы заставим вас любить Украину. Илья Владимирович, а в какой момент и что изменилось? И изменило вас, если я правильно понимаю? Это очень хороший пример, который мы сегодня можем, опять же, не только рассматривать, а и записывать в учебнике. Майдан. Та картинка, которая была представлена обществу, избиение детей. Ведь она сыграла на сознании, на воспитательном процессе каждого нормального человека. И все тогда вышли бороться против системы. И та информация, которая была дана нам, украинцам, о евроинтеграции, о преступности власти, о новой жизни в той красивой, красочной, благоухающей Европе, подтолкнули многих к противостоянию. И многие это делали искренне. Отдавали жизни и боролись. Боролись же за будущее, в котором должны жить их дети. Следующая история, которой, в принципе, стерли сознание, а это? А это? Вероломное нападение на Украину со стороны Российской Федерации и оккупации территории Крым. Ведь это была основная информация, которая была внутри общества. И каждому сказали, если ты гражданин, ты должен выполнить свой долг. Взять оружие и защищать свою землю. Потому что границы твоего государства нарушены. И я, как воспитывался-то в лучших традициях своей семьи, защитой Родины, взял оружие и пошел защищать Родину. Как солдат и выполнял свою работу честно. Я мог ошибаться, как солдат, но я не совершал той гадости. И я не совершал преступления по отношению к своему народу. Когда ты начал подниматься по вертикали вверх, потому что ты был хорошим солдатом, то постепенно картина, которую ты видел, ты же вылазишь из окопа. Когда ты в окопе, все понятно. В тебя стреляют, ты стреляешь. Все. Вот и все. Когда сзади тебя говорит телевизор, что в тебя стреляют русские. Но ведь это очень простая конструкция. И в этой конструкции жила вся страна. Миллионы, сотни тысяч прошли через зону боевых действий. Да, Господь дал мне возможность остаться живым. Я получил на этой войне две контузии. Вернулся и стал расти по линии МВД. И вот когда я стал советником министра Авакова, то совсем другая картина открылась происходящего. Почему? Потому что слишком высоко я поднялся. И вот тогда нужно было делать выбор. Ты готов играть в игру Запада и дальше продолжать обогащаться, находиться у власти, быть неприкосновенным. Или ты должен сделать тот выбор, за который тебе не будет стыдно перед своими детьми. И вот тогда, на должности советника Авакова, я пришел в политику. Потому что войны воюют солдаты и умирают, и в землю ложатся солдаты. А войны начинают и останавливают политики. И для меня, для меня как человека, который прошел весь этот путь осознания, было очень важно. Не просто изменить свою точку зрения, а сделать все для того, чтобы остановить эту войну. И вырвать свою страну из лап внешнего управления. Потому что, будучи советником, министр внутренних дел, да, я увидел о том, как контролируется моя страна американским посольством. Конечно, ведь тогда я стал ходить по большим кабинетам и видеть, кто в действительности управляет Украиной. И чьи в действительности мы выполняем задачи. Ради кого происходит война на Донбассе. И та история о сепаратизме, которая была каждому нам вдолблена в голову, она же превратилась в историю борьбы против своего народа. И если, я хочу вам честно и искренне сказать, понимают сегодня это все те, кто находится в провластных кабинетах. Но не каждый может отказаться от своего кресла. Да, я пришел к Медведчуку. Я пришел к Медведчуку и сказал ему о том, что я хочу выполнить свой долг, исправить свои ошибки, несмотря ни на что. Вопреки всему, остановить растущий фашизм. Остановить эту войну и вернуть наши братские взаимоотношения. И тогда, вступив в партию, оппозиционная платформа за жизнь, я в принципе положил на этот алтарь всю свою жизнь. Я нахожусь в международном розыске. Меня сделали изменником Родины. Меня лишили всех моих государственных наград. И на сегодняшний день придали порицанию. Только за то, что я говорю правду. Только за то, что я тот, кого можно ставить в пример всем тем, кто не готов признаться. Ведь сложно же отказаться от погон. И вы меня понимаете. Сложно отказаться от наград. Сложно признаться, что ты был частью большого преступления. Пускай ты был на тот момент, ты не мог влиять. Ты был солдатом. Но когда ты стал политиком, ты должен честно об этом заявлять. И в политику-то я силовик. Пришел только с одной целью. Потому что именно политики принимают те решения, которые сохраняют человеческие жизни и меняют ситуации, от которых зависят народы Украины. А когда я слышу обвинения, вчера тут был Захарченко и пытался мне рассказывать вам, Захарченко, бывший министр внутренних дел той Украины, рассказывать о том, что я виноват. Да дело все в том, что именно вот эти Захарченки допустили тот переворот, допустили ту ситуацию, которая сегодня стоит тысячи жизней моей стране. Все эти Захарченки спокойно у вас здесь жили на Рублевке, тратя украденные деньги у моего народа все эти последние семь лет. Я боролся тогда, ошибаясь, но я боролся. И готов был жертвовать ради своих идей, своей жизнью. Я и сейчас готов потратить свою жизнь ради того, чтобы остановить это безумие. Я не судья, не прокурор, не адвокат. А я и не прошу судить. А я и не собираюсь. Я повторяю, я просто хочу понять. И я хочу понять и наши зрители. Вопрос только в этом. Повторяю, не то, чтобы там, ну принимаем, ладно, нормально. Это вы показываете на самом деле Крым. Это не Донбасс. Понятно, а я про другое. Про то, как вот это самое, как это, правда, интересно, как у вас уживалось, так сказать, ваш дед 9 мая, так сказать, его заслуги. А дед, кстати, герой Советского Союза, да? Да, дед, герой Советского Союза. Герой Советского Союза. Как это все... Очень похоже с ним. Вот, вот, посмотрите. Как в 16-м году это уживалось? Илья Владимирович, как это могло вообще? Как это могло вообще? Вот это и то. Сейчас вам скажу. А я вам искренне это говорю. В 16-м году ведь не было действительно главной идеологии нацизм и фашизм, которым сегодня пропитана Украина. Тогда была основная задача, это вбить в голову украинцев о том, что они должны идти воевать за территориальную целостность, против борьбы с сепаратизмом. Вы понимаете? И ведь в действительности они же играли на принципах нормального человека, на морали нормального человека. Когда тебе говорят, что твоя страна в опасности, когда нарушена государственная граница, когда ты должен выполнить свой государственный долг? Ведь не один Кива, нас 500 тысяч прошло через зону боевых действий. И мы же, ребята, вы должны поймать. Я когда уходил на войну, я же писал своему двухлетнему сыну прощальное письмо о том, что я, отец, выполнил, как и дед, свой долг перед Родиной. И ты, сын мой, когда, не дай бог, в наш дом придет война, ты должен выполнить также свою роль. Вот это самое страшное преступление той власти, которая использовала таких, как я, для всего лишь навсего достижения вот своих грязных американских целей. А потом вернулся. Вы поняли, что Родина одна. Еще один вопрос, надеюсь, что последний. А я не думаю, что нет. Ну, как скажете. 9 мая, и вы устанавливали возле Вечного огня, как называется, патруль, караул, да? Караул, да. Послушайте, вот я, это был на ноябре 17-го, караул. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, сам факт того, что в стране, вот так сказать, в стране такая обстановка, что вокруг Вечного огня не просто дань памяти, но и физически его надо охранять от того, чтобы над ним не надругались. Бетоном хотели залить. Что хотели? Его же залили. Его в итоге залили. В чем же была проблема? В том, что вот именно тогда, когда история и ситуация на Донбассе, мы будем объективны, 14-й, 15-й год, это основные года вот такого тяжелейших боев, которые проходили на Донбассе. Иловайск, Дебальцево, то есть, ну, это критически. Потом стало все полегче. И вот тогда вот и начало формироваться вдруг откуда-то полезла вся вот эта нацистская идеология. Начали рушиться памятники, начали заливаться бетоном вечные огни. И здесь, ну, ты не можешь по-другому себя вести, потому что ты же знаешь правду. Ты воспитан на подвигах советского солдата. И тогда, ну, послушайте, тогда ты должен просто-напросто себе ответить. Ты где? Или ты кто? Ты пособник фашистов? Или же ты готов защищать историю своего народа, великую историю своего народа? Потому что украинцев сознательно хотели превратить в пособников грязи, потому что так ими легче управлять. А я говорю о том, что мы потомки великих людей, победителей в этой войне. И мы обязаны чтить историю для будущих своих поколений. И здесь, конечно, мы расковыряли, потому что полиция отказывалась нести службу общественного порядка. Мы встали с ноября месяца и до 9 мая. Мы сутками стояли возле этого вечного огня, чтобы дать возможность ветеранам прийти и поклониться, отдать дань памяти, чтобы это место не было осквернено подонками. И это путь. Это тоже путь. Поймите, это путь взросления, осознавания. Это путь борьбы и с собой, и с теми, кто уничтожает и уничтожает сегодня мою Украину. На самом деле, послушайте, здесь прозвучала, по-моему, очень важная и универсальная форма. Спасибо большое, Илья Владимирович. Я надеюсь, что наши зрители задали вопросы и услышали на них ответы, как к ним относится ваше дело. У меня есть свое отношение. Я благодарю Илью Владимировичу за этот ответ. Спасибо вам. А теперь, послушайте, сейчас, мне вот по поводу вот этого вечного огня и по поводу вот этой формулы, которую нам Илья предложил, да? И в тот момент, когда стали, значит, обгаживать памятники, заливать там вечные огни и так далее, встал перед любым нормальным, ну, перед любым человеком встает вопрос, с какой ты стороны? Конечно. Это понятно. Я не вижу только проявлений того, что... Добраться злом, борьба же происходит. Можно я скажу? Ну, коротко, Илья. Ведь давайте, очень коротко. Я хочу, чтобы все поняли и услышали. Здесь на сегодняшний день нету флагов. Здесь есть глобальная борьба за жизнь. Вот просто борьба добраться злом. Здесь есть черное и белое. Вот и все. В этом смысле это просто. И каждый должен сделать свой выбор. Кстати, да. Правда. Вот сейчас нас украинцы смотрят все больше и больше, я так понимаю. Мы же, так сказать, я даже не буду там чего-то навязывать и говорить. Мы просто должны определиться. Вы с той стороны, которая, так сказать, заливает бетоном вечный огонь и сносит памятники героев? Или с другой стороны? Просто определитесь и все, Никита Сергеевич, пожалуйста. Им сложно сейчас определиться многими. Ну, послушай, тут Илья права. Но это надо сделать. Здесь как раз, здесь без полутонов. Здесь ничего сложного. Здесь есть черное и белое. Хорошее и плохое. Праведное и неправедное. А что тут думать-то? Это потом там будет сложности, множество оттенков там любого. Сложно отказаться от своих стульев, нагретых людей. Я просто хочу оттолкнуться как раз от выступления Ильи. Смотрите, вот это осознание, по крайней мере, то, что я сейчас понял, мне кажется, это важно прокомментировать, оно давалось нелегко. Понимание того, что происходило с твоей стороной, понимание того, как на протяжении стольких лет тебя обманывали, отказаться в это, давайте прямо скажем, многие люди, я сейчас не беру, не даю никакую нравственную оценку, они в силу своей просто конституции внутренней, они в это поверили. Это стало их ценностями. Но, когда начал вставать вопрос по поводу нацистов, по поводу фашистов, и вот этот стержень, да, правильно я понимаю, Илья, ведь вы человек, который был пионером, правильно, были в советской школе. Вот люди, которые это прошли, вот этот стержень у них не получилось, не получилось сломать. Большое количество людей на Украине, давайте прямо скажем, несколько поколений, они оторваны не то, что от советского прошлого и от советских ценностей, они оторваны от элементарной вещи, понимания того, что 9 мая это день великой победы, день великой победы над нацизмом. И когда эти люди, которые выросли в среде, которые не знают ничего про героев Советского Союза, например, да, которые день за днем говорят о том, что была советская оккупация, они заблуждаются, но вместе с тем это очень важно. Несмотря на эти заблуждения, на мой взгляд, если сейчас они берут в руки оружие против ребят, которые сейчас, на мой взгляд, освобождают Украину, я считаю, что вопрос вот этот нравственный стоять не должен. Это те же самые враги. Я очень надеюсь, что те, кто сложат оружие, те, кто поймут, что они заблуждались, они смогут стать частью точно так же, как и я. Абсолютно. И я в это верю. Но вместе с тем наши герои освобождают Украину, и я надеюсь, что, помня историю великих предков, они обязательно это сделают, и вот этот морок, который был над украинским обществом, скоро спадет. Развеет.